Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Я хочу зачитать вам фразу. Я училась в семинаре, и мне пришлось перечитать кучу литературы, за которые я сама бы добровольно никогда не взялась раньше. И слава Богу, что так пришлось, потому что открылся огромный мир, масса интересного. И хочу кое-что прочитать, что я узнала об отношении отцов церкви вообще к пониманию того, что есть служение пастуха. Когда мы говорим, почему я об этом? Когда я говорила о лидерах домашних групп, вчера я уже вспоминала об этом. Пастух это пастырь, поэтому пасти овец, пасти стадо Божье, неважно на каком уровне это служение совершается, это пастушья работа. Поэтому я даже знаю, что в нескольких конфессиях лидеры домашних групп никогда не назывались ни лидерами, ни руководителями. Там, конечно, свои побочные ужасные эффекты из этого были. Они там назывались пастыр домашней группы. И потом это, в общем, нам это не полезно. Но когда создавали такую модель и такие термины, авторы той модели, конечно же, пытались вложить суть служения, а не дать людям погоны. Но у нас это чуть-чуть по-другому все воспринялось. Итак, пастырское или пастушье служение заключается в том, что люди пасут Божье стадо. И вот отцы церкви прочитать хочу, что меня вцепило. Невозможно представить, чтобы сегодня могло не хватать хороших пастухов, пастырей. Не может быть, чтобы нам их не хватало. Не может быть, чтобы милосердие Божье не порождало и не укрепляло их. Не может быть, он говорит. Разумеется, но разумеется же, если есть хорошие овцы, то должны быть и хорошие пастыри, потому что хорошие пастыры вырастают из хороших овец. Так все просто, вы такого не может быть. Другими словами, и, наверное, где-то до или после, его мысль заключается в том, что если вы пасете хорошо овец, то из них непременно вырастут пастухи, которые тоже будут пасти хорошо овец. И знаете, что это происходит не с кафедры? Может быть, еще немного давайте. Служители — это основа жизни общины. Община не может существовать беспорядка. Августин представляет ясную картину пастовской власти и говорит, что у Иерусалима есть свои бдительные стражи. Точно так же, как и у него есть строители, рабочие, которые трудятся на стройке. Также у него есть и свои стражи. Псалом 126.1. И он показывает, насколько бдительно апостол Павел свою верность общине демонстрирует. Он описывает свои комментарии по поводу служения Павла. Он берег ее, и он был ее стражем. Он изо всех сил следил за веренными его заботе людьми. Этим епископы занимаются и сегодня. Их назначают на высокую должность именно для того, чтобы они могли наблюдать за людьми и оберегать их. В винограднике есть сторожевая башня для работника, ответственного за безопасность виноградника, чтобы он или она могли следить за ним. Он или она. Августин пишет, да? Так и епископам дается очень высокое положение делать эту работу. И когда они говорили о епископах, сегодня немножечко не то мы вкладываем слово. Епископ в первом веке, может, во втором еще епископ и пастор, и диакон, и пресвитер. Это были взаимозаменяемые слова. Вы знаете, это люди, которые пасут стадо Божье. И все. Уже потом эта иерархия появилась. Я не знаю, что именно он вкладывает в понятие епископ, но очевидно не то, как мы сегодня об этом думаем. В общем, не может быть плохих не хватать пасторей. Теоретически не может. Потому что если есть хорошие овцы, значит, будут хорошие пастухи. Из хороших овец. Хорошо, продолжим. Ну как, вы немножко мыслами вернулись, запустились вы в тему. Домашние группы. Хорошо. Я продолжу и буду говорить о лидерах. Кто эти люди? Кто эти люди? Прежде всего, ну еще раз хочу сказать, что я очень уважаю. Ну, снимаю кипу, снимаю шляпу, как хотите. Перед людьми, которые берутся за эту работу, потому что она неблагодарная. Если направлять свою работу на благодарность людей, ну это очень быстро вы мотивацию потеряете, либо станете человекоугодниками. Что хуже, непонятно. Не знаю, какой вред от того и другого. Плохой вред от одного результата и от другого. Если вы теряете мотивацию служить людям, вы становитесь неупотребляемым им мессией. Если вы начинаете быть человекоугодником, работать за похвалу, вы тоже становитесь неупотребляемым мессией. Писание говорит горе вам, если о вас все говорят хорошо. Это не потому, что нам разрешено быть плохими. Это потому, что когда люди говорят истину, она не всегда или бывает, что и часто неудобна. И всегда найдутся люди, которые не захотят или не взлюбят вас за то, что вы говорите правду. Приносите дискомфорт, удобство. Поэтому этим людям нужна очень часто самомотивация. Им иногда нужно приходить домой и брать, знаете, силы у Господа для того, чтобы восстанавливаться, идти дальше. И в другом месте они не могут найти эти силы. Потому что служение пастухов, оно должно быть принято как вызов от Бога, когда мы соглашаемся делать то, к чему Он нас призывает, или берем на себя ту ответственность, которую Он хочет нам передать. То есть я не знаю, как вы верите в призвание, как оно осуществляется. Я на плаву сегодня по единственной причине, других не существует. Я верю, что меня призвал Бог. Нету других причин, никаких. Меня друзья уговаривали оставить служение в трудное время. Просто так помогали мне, знаете. Когда мне было очень тяжело, они говорили, что зачем тебе это надо? Оставь это. Я говорю, я не могу. Как? Я не могу. Я не представляю. У меня нет внутреннего разрешения. Его просто нет. И это то, почему я занимаюсь своим делом. Пастухи, когда берутся за... Не потому что их уговорил старший лидер, не потому что им за это какие-то привилегии положены, они принимают приглашение от Господа, да? И они соглашаются. И когда у них приходит трудное время, кто-то ими недоволен, что-то у них не получилось, или они напортачили, наделали ошибок. Единственное место, где они могут восстановиться, им нужно прийти к ногам Господа, от которого они приняли это служение, и там порешать все свои вопросы. Потому что люди могут говорить вам что угодно. И, во-первых, мы все не безгрешны, не без ошибок. Мы действительно совершаем ошибки. Мы действительно можем делать глупости. И на раскрытие не можем, а так и делаем. Мы действительно совершаем серьезные ошибки. И после этого, если это призвание, вам нужно встать и пойти его делать дальше. Поэтому роль лидера в служении домашней группы, она колоссальная. Это человек, от которого зависит очень многое. То есть я бы не умоляла ни за что роль этих людей. Поэтому поговорим о лидерстве сейчас. Можете озаглавить этот момент лидерства. Что делает лидерство успешным? Потому что лидерство может быть как успешным, так и неуспешным. Ну давайте начнем с определения. Кто такой лидер? Самое короткое определение, которое вы слышали. Знаете ли вы его? Человек, который ведет за собой. При этом служит другим. Есть, который идет впереди. Он за собой ведет людей, он впереди, он служит, он многофункциональный тоже. Запишите. Если вы мне сейчас этого определения не сказали, сто пудов вы его не слышали. Есть самое простое, универсальное определение лидерства, с которым согласились абсолютно все. Лидерство это влияние, точка. Все, что вы сказали, совершенно верно. Это то, как это влияние выражается. Лидерство это влияние. Я говорю своим лидерам, когда у нас тренинги и обучение, я говорю так, когда вы спите, вы влияете. Когда вы ничего не делаете, вы влияете тем, что вы ничего не делаете. Вы не можете не влиять, потому что это невозможно. Человек, на которого смотрят другие, просто своим плохим настроением может продемонстрировать и дать пример то, как можно позволить себе себя вести. Ничего не говоря, вы можете показать, как это возможно. И вы повлияли, и это правда. Когда происходит какой-то проект, и лидер, предположим, в каких-то там неладах с пастырем, и не хочет делать то, что тот сказал, он может ничего не делать. Но люди увидят его неактивность, и они очень быстро поймут. И он повлиял. Лидеры не могут не влиять. И вот это правда. У меня есть друг очень влиятельный, природно, есть люди харизматичные по природе, они вообще влияют. И он говорит, ну, я вот, он периодически впадает в самоосуждение, говорит, ну вот, я там, в общем, с тем не справился, с тем не справился, ну, снимите меня отовсюду, ну, запретите мне там что-то. Он все время напрашивается, чтобы его почему-то сняли оттуда, где он и так не находится. Не дайте мне там что-то, не дайте мне там что-то говорить, не пускайте меня, знаете, вот так вот все время говорит. Я говорю, и что? Ну, хорошо, давай, я тебя туда не пущу, там запрещу, там все сделаю, что ты сказал. Я говорю, как это повлияет на людей, которые на тебя смотрят? Ну, как это повлияет на людей? Они на тебя смотрят, и они сделают свои выводы о том, что такой влиятельный парень, у которого столько потенциала, столько возможностей, может быть просто никем. Просто никем. Значит, это возможно. Ты покажешь колоссальный пример вообще бездеятельности ради Господа. Говорит, знаешь, у тебя вариантов нет, у тебя нужно покаяться и идти за Богом. У тебя нет вариантов. Лидерство — это влияние. Поэтому для того, чтобы люди оздоровляли, влияющие люди оздоровляли общину, их необходимо... Давайте поговорим первый пункт в лидерстве — образование лидера. Образование лидера. Я сейчас не хочу дать модель, что она должна быть именно такой, потому что я знаю, что это происходит не везде, а может быть и мало где происходит вообще. Но правильно, чтобы лидерство постоянно имело тренинги обучающие. Это хорошо. То есть не теоретические лекции, потому что это тоже хорошо, но тренинги. Поэтому для здорового лидерства, для здоровых пастухов домашней группы необходимо систематически, постоянные тренинги. Ну, я скажу, как рекомендуют там специалисты в этой сфере. Они рекомендуют, чтобы в одно и то же время каждый год проходил один и тот же тренинг. Я приведу пример такой. Кто из вас когда-то слышал о системе маркетинга? Были ли вы на каких-нибудь презентациях? Видели ли вы, как это работает? Кто никогда не видел и не знает, о чем я говорю. Вы не видели, не знаете. А я специально даже ездила. Я ездила в одну очень высокую компанию посмотреть, как им удается заставить всех этих неверующих людей делать то, что им надо. Я вообще не поняла, что они делают. Я поехала. Я была на тренинге, не буду говорить где, мне стало очень стыдно. За то, что у них мозгов хватило на то, как им процветать, а у нас нет. Мне стало очень стыдно. Когда они привлекают нового работника в систему, они ему дарят в подарок. Портфельчик. И там куча бумажечек, ручечек, колбакнотиков. Но этот сам помпезный момент передачи этого портфельчика, боже мой. Портфельщик, да. Некоторые ради этого портфельщика туда едут. Понимаете? Да, но зато там, как это все. Потом сам этот выезд замечательный. Я все время пыталась понять, куда они деньги берут на вот эту систему, как у них этот происходит момент. Лидер уже, который в системе существующей, если он приводит с собой протеже, значит, он на такой тренинг в следующий раз приезжает бесплатно. Что там, какая-то их мотивация всевозможная работает. Но что я там увидела? Они рассказывают об успехе Иисуса Христа, они рассказывают про систему Моисея, они цитируют притчи, они кормят на замечательном банкете всех приезжих. Я подумала, мы что не можем людей вывезти? Мы что не можем им подарить портфельчики, чтобы в этом портфельчике лежала книга по домашним группам? Ручка там. Мы что не можем почтить этих людей и показать, что они цены? Мы что не можем этого сделать? Мы не можем столы им накрыть? Когда мы хотим привлечь к себе новых неверующих, мы же все можем. Мы столы накрываем для них, а как для тех, кто пашут? Я вам рассказываю о своем... Я была расстроена не от того, что я там увидела, а увидела... Давайте буду говорить о себе, свое вообще божеское отношение. Я хочу, чтобы у меня лидеры достигали высоких вещей. Я не умею совершенно их обучать и не знаю, как в них вкладываться. И только побыв на таком тренинге, ко мне пришли светлые мысли. Потому что я пришла и научилась у других людей, как они хотят развивать персонал. Момент обучения... Не надо создавать велосипеды. Момент обучения, принципы обучения, они, наверное, везде одни и те же. Просто, наверное, если мы сами не развиваемся, мир так убежал вперед, они уже куча всяких примочек, всяких успешных штук, трюков, знаете, употребляют. Я знаю, что некоторые, возможно, из вас, возможно, здесь таких нет людей. Некоторые бы, кто послушали, что я сейчас говорю, а мне, в принципе, все равно, что подумают. Но я знаю, что подумают. Подумают, что я сейчас пропагандирую мирские трюки. Светские эти засобы, способы, методы. У христиан, христианские трюки. Ну, меня зацепило, что они делают простые, мудрые вещи, на которые у нас не хватает нас. Почему? Почему? Вот мы не научены, вот меняем, что... Короче, нельзя себе этого разрешать. Вот, лидеры, дорогие, не разрешайте себе, не извиняйте себе в этом. Я приехала домой, купили, короче, всем портфели. Сделала я первый трехдневный выезд, упала после него. Не после, а прямо во время вот уже. Я упала. Я вообще не понимала, как делать тренинги. Я думала, что у меня хватит на трое суток. Я вот на второй день не совсем понимала, почему стены крутятся у меня. Вот, на третий день я уже вообще не помню, как меня звали. Вот, но это был первый колоссальный опыт. Единственное, что я помню, я вам скажу, я поняла, что это правильное направление. У меня там, да, домашняя группа была с роду, никогда не умножалась. Никогда. И такой лидер потенциальный. И так, там куча людей вокруг там вот так вот обрастает, а толку никакого. И я вот сколько с этим лидером все там вот про то, что рост нужен, как лидеров поставить. У этого лидера была универсальная неспособность. Она могла под собой иметь кучу людей, но никогда из-под этого лидера не выходили служители. Никогда. Я, если видела потенциального человека, его просто забирала оттуда. Это было проверено годами. И вот на этом тренинге вдруг этот человек падает на колени, начинает плакать и просто хохотать. Я так думаю, что случилось. Это, наверное, уже стресс у людей, не знаю, от моей нагрузки или что. А она потом, это сестра, она потом начала плакать и говорит, я наконец-то поняла, что делать. Когда мы вернулись домой, за 9 месяцев умножается ее домашняя группа, и через 9 месяцев каждый по группе умножает еще одну. Я сейчас не говорю вам о сказках, я вам рассказываю реальную теорию. Это просто откровение. Вот просто откровение. Я думаю, что там из того, что там мы делали, вообще был принят, не знаю, 5% из этой фаршировки троисуточной, знаете. Но эти 5% вот это сделали. Там мы всем лидерам подарили эти портфельчики. Дело же не в портфельчиках. Вы уж, наверное, понимаете, что можно было и без них прекрасно обойтись. Просто я поняла, что существуют модели, где нужно тренировать людей. Что следует в образовании лидеров очень важно? Это постоянство. И я уже об этом сказала. Постоянство. Это не должно быть один раз. И потом вы будете вспоминать, ну мы же уже об этом говорили в 2005 году. Делать надо это постоянно. 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 Я периодически цитирую место из книги Откровений, которая говорит о том, что есть некое такое описание людей, которых ждет Огненное озеро. Ну и там блудники, там нечестивцы, там кто-то выдалослужители, большой перечень. Но начинается... ...кого ждет Огненное озеро. Боязливых. Боязливых. Вот когда блудники, все понятно. И дала поклонники, с этим все тоже хорошо. Но люди, которые просто боятся. За что же? Я однажды, когда это прочла, я подумала о чем, почему, за что? Он бедный и так боится. Его еще за то, что он боится, вот Огненное озеро ждет. Речь идет о трусости. И там это отдельная тема, не к нашей. Но я периодически, особенно когда мы о страхе говорим, я цитирую это местописание. И вот так лет через семь вдруг один брат сидит в собрании и говорит, да ладно, что там прям так написано? Да ладно, говорит, где это? Начинает доставать свой гаджет, искать Библию. Я говорю, ну если только ты это услышала в этот раз, это великое просто уже пробуждение началось, уже это собрание стоило того, чтобы ты, вот что он слушал, что он слышал. Есть постоянство, друзья. Если мы беремся обучать, надо обучать постоянно. Вот на какой-то раз точно дойдет. Да, и третье, что необходимо для того, чтобы лидеры обучались, это личное наставничество. Безусловно. Опять же, не кафедра, мы старший лидер должен оставлять младшего лидера, и это должно происходить в личном наставничестве обязательно. Обязательно. Это такая своеобразная передача мастерства, и это, да, еврейская модель. Если Мойша должен научиться у ювелира, он не пойдет в институт, он пойдет к ювелиру, которому будет долго помогать, будет носить ему там, не знаю, сумки, что-то там, чай ему готовить, но он будет рядом, все время смотреть на то, что тот делает, смотреть. И запишите вот эти четыре как бы модели, как происходит это личное наставничество лидера. Он, если я лидер, я делаю, он смотрит. Я делаю, он смотрит. Он просто смотрит. Чай мне носит, я не знаю, рядом сидит, смотрит. Второе, мы делаем это вместе, да. Третье, кто знает, слышу, что он делает, я смотрю, я смотрю, да. Он делает, я смотрю. И только-только после этого, когда я видел, что я вижу, я подписываюсь, как у него все получается. Я его отпускаю. Как у нас это происходит обычно? Точно так. Слава Богу. Я отпустила. Мы сначала отпускаем, а потом, если выплыл, если выплыл, слава Богу. Ну, а если нет, на небе все встретимся когда-нибудь. Личное наставничество необходимо в передаче именно мастерства, а не теории. Вот. Практики, да. Иногда бывает, что твой подопечный, обучаемый стажер, он спрашивает, почему ты так сказала? Я объясняю, почему я так сказала. Потому что он не понимает там, или реакцию не понимает, или там, да. Или там, допустим, у меня есть духовное развлечение, а у человека нет. Он же только глазами видит, на какой-то действии, не понимает там, что, допустим, мной движет. Я могу объяснить, что я вот очень ясно ощущаю вот эти вещи. И как бы я раскладываю. Все показываю, я все показываю. Прятать нельзя. Зачем? У нас один молодой брат начал проповедовать. И мне это жутко не нравилось, как он это делает. Ну, просто не нравилось. Я периодически выходила, чтобы не нервничать. Ну, и я сама себя успокаивала в том, что я не могу, ну, нельзя, чтобы ожидать, что он меня прям вот сейчас там накормит духовной пищей. Ну, нельзя этого ждать, да. Он юный там, там, новый, молодой. Ожидать от него мастерства нельзя, надо потерпеть. Ну, я сначала так решила вот это потерпеть. Я не могла найти слов и методов, как вообще понять, что же мне на самом деле не нравится. Вот что-то меня жутко раздражало. Я не могла надать этому название. И однажды он вышел на сцену, и я так стою сзади, и у меня, знаете, со слов высказывает, вылетает просто такая фраза тихонько. Да, Рэбе, мне до вас далеко. Я увидела просто жуткую гордость на парне. Она настолько, вот, ну, я ее видела, знаете, вот за мной, он себя чувствовал Рэбе великим. И вот он вел, он себя вел, как великий Рэбе, просто там не было совершенно скромности. Это как он становил, или мне, ну, мне-то он подражать не мог. Ну, кому-то он подражал. И вот это раздражало, ничего другого, правильные вещи говорил. Раздражало то манера, как он себя ведет, потому что там не было скромности совсем. Я когда вот это уже поняла, что у человека отсутствие скромности, то мы так хорошо поговорили, говорю, слушай, есть вещи, которые для тебя сейчас не полезны. Ну, какие? Ну, говорю, объясняю, что тебе нужно заработать авторитет. Авторитет зарабатывается не на сцене. Авторитет зарабатывается трудом, жизнью. Не гоже, чтобы молодой человек учил пенсионеров, как великий Рэбе, который на самом деле не прошел вообще никакого пути. Мы спокойно с ним поговорили. Он, в принципе, понял, что это полезно для него. Был выдержан какой-то срок определенный. Он смирился, подождали, потом отправила, поучил, поучился. И, ну, сегодня он служит, и служит хорошо. Он нашел свое место, он, ну, реально плод приносит. Я им очень довольна. Ну, классно, классно брат служит. А вот тогда было ни место и ни время. Мне нужно было с ним сесть и вот так вот, ну, это было наставничество. Вот. Можно было просто снять и ничего не сказать ему. Он бы так и не понял, что он сделал неправильно или... Это воспитание, вот так оно происходит. Хорошо, образование лидеров необходимо, иначе лидеры, которые не образовываются, им дается власть, они могут очень много навредить. Вот. Поэтому лидеры должны образовываться. Следующее, что бы я хотела еще сказать о лидерах. Это неудобная для меня часть. Она невыгодная для старших служителей. Это забота. Вот кто-то шутил когда-то. Что делать, чтобы лошадь бежала быстрее? Что делают всадники, чтобы подгонять лошадь? Что они делают? Они ее бьют. Они выжимают с нее скорость тем, что бьют. Значит, если такая логика у нас будет, то, значит, чтобы лошадь бежала очень быстро, надо ее убить тогда. Забить. Тогда будет бежать еще быстрее. Как-то так. Лидеры не лошади. Но они тянут, безусловно, большой груз. Я буду говорить, это машины, которым необходимо горючее. Их надо заправлять. Иначе из них можно вытащить весь ресурс и все. И они могут быть людьми, которые пострадают Христа ради или принесут себя в жертву Христа ради. И венец их на небе. Но знаете, что будет со следующим поколением? Они скажут, чтобы я вот туда пошел? Чтобы со мной было то, что было с этими? Я говорю о реальности, с которой сталкивалась я. С которой сталкиваетесь, наверное, вы. Ну, потому что с этим сталкиваются все и везде. Я сейчас не говорю о новостях. Ну, в общем, так. Если вы служите людям, и у вас есть люди, которые... Я сейчас это говорю не для того, чтобы вы оценивали, как заправлять бензином вас. Я сейчас это говорю, чтобы вы думали, как заботиться о тех, кого вы приводите в служение. Думайте о том, где этим людям наполняться. И это да и аминь. Служение, где они наполняются Святым Духом. Но не только. Ну, портфельчики им, например, подарите. Я не хочу сейчас говорить, что это может быть. В общем, о них нужно заботиться чуток больше, чем о всех остальных. Почему? Потому что выглядит так, что они должны заботиться обо всех. Потому что, ну, с одного места ресурс нельзя вытаскивать. Я знаю, что люди, когда служат Господу, когда они посвящают свою жизнь Господу, они не ждут, что будут заботиться о них. Это правильно. Ну, вот я не жду, чтобы обо мне заботились. Я вам хочу сказать, что, когда я вижу, ну, такая мелочь, слушайте, такая мелочь, она меня просто приводит в сильную радость и благодарность, что ли. Она мне дает мотивацию. Мы сейчас приехали в Николай с людьми из моей общины поздравить церковь. И я вообще не привыкла, чтобы обо мне заботились. Так вот там машины, там не привыкла. Очень легко ориентируясь в пространстве, в зависимости от того, что могу не в тот город приехать. Ну, я как-то научилась этим жить. Мы спросили адрес, куда добраться. Я позвонил секретарь и сказал, пастор, ну, типа как настоял, что ли, чтобы вы сами никуда не добирались. Ждите возле вокзала, за вами приедет автобус. Ну, и там несколько таких вещей. Вы знаете, я не обогатилась от того, что за мной прислали машину. И там очень много людей приезжало. То есть ничего бы не произошло, если бы я добралась сама. Но знаете, что-то происходит, когда в Писании написано, что сугубую честь служителям, тем, кто учителя, служа словом, что они достойны сугубой чести. Что-то такое происходит интересное. Это вдруг, ну, что-то происходит, короче. И вот пока я была в Писании, мы попросили одного пастора, друга послужить у нас в церкви. И так как мы все лидеры уехали там, старейшины, то, конечно, я чуть-чуть переживала. Думаю, придет, вдруг не так встретят или еще что-то. Я позвонила двум своим друзьям, и одному и второму человеку сказала, придет пастор Александр. Миш, ты там, пожалуйста, он придет во столько-то. Расскажи ему, как у нас проходит служение. Ну, просто удели ему внимание, все. И ты его представишь. Хорошо общение? Да. Позвонила служителю, служение уважением сестра занимается. Говорю, не забудьте, пожалуйста, спросите, что он пьет, чай, простые вещи. Все. Звонит он мне вечером. Звонит он мне вечером. И говорит, а еще, оказывается, его там материально облагословили, об этом я даже не знаю, кто об этом позаботился. Наверное, администратор. Ну, суть такая. Звонит он мне вечером и говорит, пастор Инок, говорит, конечно, можно без всего было этого обойтись. Но, говорит, знаете что? Говорит, я понял, что я служитель Божий. Говорит, я себя почувствовал служителем Божьим. Вот что-то, он молодой, и я думаю, что в той среде, где он служит, наверное, к нему там старшие люди не особо почтительные за возраст относятся. Ну, и он так привык. Здесь его встретили, и там записали. Ну, какие-то такие мелочи оказали. Он делился, я вот чувствовала, что он просто какой-то такой, он что-то серьезно очень переживал, высокие чувства о своем призвании. Просто ему послужили. Поэтому лидеры, это машины, которых надо заливать, горючее. Вот уже там аллегория, пусть это вам сама расскажет, как это может быть. Я считаю, что это необходимо, если мы хотим, чтобы они не утонули. И еще насчет образования лидеров. Очень важно определить следующий пункт, это определение уровня власти и ответственности. Здесь нужно быть гибким, конечно же. Почему? Потому что уровень ответственности и власти, даже несмотря на то, что могут люди нести одинаковую функцию в общении, например, у вас есть 10 лидеров домашней группы. Не у всех у них одинаковый уровень власти и ответственности может быть. Не у всех. Потому что есть люди, которым не нужен контроль. Помните, мы вчера говорили о том, что Петр мог быть лидером домашней группы, апостол Петр. И у него было достаточно посвящения. Ему не нужна была нянька, которая бы ему рассказывала, куда ему ходить и что делать. Но есть лидеры, которые очень методичны по своему характеру. Они могут только исполнять то, что им очень подробно распишут другие. И эти люди не могут одинаково служить. Они не могут одинаковую работу делать. Поэтому, когда... Вот то, что я себе в отметке написала, ожидания от лидеров не должно быть меньше возложенной на них ответственности, но также не должно быть больше. Не должно быть меньше и не должно быть больше. Но в таком случае должно быть понятно абсолютно, какова у них роль. Они должны сами понимать, за что они отвечают. И человек, который спрашивает с них, тоже должен знать то же самое. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда человек служит, и он не понимает, за что конкретно он должен дать ответ, плохо всем. Может быть, от него начинают ожидать что-то, о чем он даже не догадывается. или наоборот, человек берется делать то, что его вообще не просили. Заканчивается это обычно плохо. Люди, когда принимают служение, они должны понимать, за что они берутся. Ведь вы, когда устраиваетесь на работу, существует такая штука, исполнительный лист, знаете, да? Вы четко понимаете, что от вас ожидает руководство, и за что вы можете быть уволены. Вы же понимаете, под что вы подписываетесь. Как-то так должно быть понятно со служением, которое принимает человек. Если он понимает свою функцию, не справляется с ней, есть о чем говорить, есть что исправлять, есть чему научиться. но если он вообще не понимает, что от него хотят, от него ожидают, ну, как бы плохо. Или наоборот, ставят человека на функцию какую-то, перед ним поставлены конкретные задачи, или вот он должен сделать эту работу, ну, мы пожалеем, ну, ладно, там не дотянул, там забыл, там пришел не вовремя, там просто не делает свою работу. Ну, человек же хороший, ну, он же хороший, ну, что же мы его выгоним, теперь обиделся еще. Нет, нет, хорошего человека обижать не надо. Вот. Человека обижать не надо, но лидером он быть вот этим, именно этим тоже не должен. Не надо обижать никого. Если человек берется, если лидер берется за то, чтобы не вести паству, он принимает от Господа служение, наблюдать за его овцами, и он не может за ними не наблюдать, даже если он очень хороший человек. Если он не наблюдает за овцами, значит, это должен сделать другой человек, но за овцами кто-то наблюдать должен. Если бы у вас было имущество, к вам бы приехал ваш замечательный родственник, и вы бы подобрати свое душевное, поставили бы его там, не знаю, директором своего магазина, а он бы не ходил бы на работу. Но так как он ваш родственник, вы бы его продолжали держать директором магазина. И это совершенная глупость, вы понимаете. Вот так в служении нельзя людей оставлять на функциях, потому что они хорошие ребята. Это понятно, да? Итак, определение уровня власти и ответственности. Я назвала пункты образования лидеров, забота, определение уровня власти и ответственности. Это необходимо. И, наверное, вы понимаете, что я перечисляю эти пункты, здесь работа непочатый край. Сейчас речь идет об успешной работе. Если это все не делать, работа тоже будет, просто неуспешная. Ну и последнее, на чем я закончу, дары. Дары лидера определяют направление его служения. У каждого дара есть свои плюсы и минусы, да? У каждого характера есть свои плюсы и минусы, вы, наверное, это знаете. И поэтому лидеры домашних групп будут в чем-то хорошо справляться, в чем-то они будут успешны, а что-то у них будет хронически хромать. То есть идеальных не существует. Идеальный сейчас ожидает нас в небе. Нету совершенных лидеров. Если так думать, это утопия, поражение изначальное. Мы будем ждать идеальных людей, которые начнут свое служение, поэтому оно никогда не начнется. Человек, у которого дар говорить, привлекать людей, он будет говорить и привлекать людей, но он никогда не будет методичен. Он будет все время забывать о стадиях роста домашней группы, он будет забывать о подотчетности, он будет забывать о целях, направлениях. Он все время все будет забывать. И такому руководителю, лидеру домашней группы, необходим контроль в этой его слабой стороне, помогать ему не забывать или сделать ту работу, которая у него плохо получается. И есть другая сторона, есть методичные люди, они сделают все по пунктам все идеально но атмосфера в группе будет мертвая они выполняют все буквы закона но они не могут принести атмосферу божий и таким людям тоже надо помогать понять что что им сделать чтобы принести жизнь божью в домашней группы дары это то что нужно учитывать в лидерстве и понимать что одинаковыми лидеры никогда не будут группы из-за их дыров будут всегда разные и это не проблема и если лидер плохо справляется с подотчетностью там вот мой мой муж например он человек творческий и она очень легко делает атмосферу легко до него вообще ну это не но не составляет никакого труда совершенно он заводит дружбу на улице с людьми эти люди приходят в общину в домашке для него это не составляет никакого труда но боже мой он говорит ты как ты не понимаешь говорится меня с тем ручьев течет когда мне нужно написать цели и задачи говорит у меня начинается нервный срыв я я когда речь идет о какой-то стратегии шагах вот он мучается и все эти тренинги они заканчивались тем что у него он говорит но себе рассказывает у меня кроме чувства вины за то что я плохой лидер ничего после этих обучений не приходило потому что вот надо так это все то что я вот я вообще не понимаю что с этим делать это не его дар у него есть его прекрасная сильная сторона не надо его мучить и заставлять время делать то за что ему плохо надо найти возможность и способность перекрыть эту слабую сторону перекрытию помощника ему дать с этим другим даром и не знаю региональный руководитель который ведет лидеров домашней группе он должен помогать ему значит эту делать работу но но не надо из лидеров выдавливать и заставлять их делать то к чему они вообще естественно не способны потому что это будет то же самое что их забить как лошадь вот и я на этом остановлюсь